Носочки очень хорошего качества. Размер ножки, если не секрет, 37. Смотрите, есть серые, черные, только серые. Внук Ольги Ведурой Никита пойдет в шестой класс. Бабушка говорит, в школе, где учится мальчик, очень строгие требования к внешнему виду. В гардеробе ребенка должна быть как парадная, так и спортивная одежда. Поэтому, когда пришли в магазин за брюками, взяли еще шорты и футболку. В наше время было, знаете, может быть, школьной формы было много, но она была однообразная. Вот как положено девочкам платье и фартук. Это все школы так одевали. А сейчас в каждой школе разные фасоны, разная ткань. Ну, выбор очень большой. Работники торговли отмечают, в этом году школьная форма на девочку обойдется родителям минимум в 10 тысяч рублей. Так, на юбку и жилет придется потратить около 5 тысяч. Блузку получится подобрать в пределах 2 тысяч. А стоимость сарафана варьируется от 3 до 3,5 тысяч рублей. Родителям мальчиков повезло больше. Стоимость брюк стартует от 1700 и доходит до 4 тысяч рублей. Чем больше размер, тем цена выше. Дополнит образ жилет. Его можно купить в среднем за 2,5 тысяч рублей. Что касается рубашек, то их у ребенка должно быть как минимум 2. Заплатить за каждую придется около 2 тысяч рублей. По словам экспертов, с приближением учебного года цены на одежду будут только расти, а ассортимент беднеть. Так что родителям стоит поторопиться. В основном мы закупки делаем вообще весной. То есть мы всегда говорим, что к нам лучше всего приходить в мае вообще. То есть школы, с которыми сотрудничаем давно, централизованно одеваем. Начинаем с апреля уже их обмерять детей. То есть принимаем заказ, там цена, соответственно, ниже розничный процентов изначально на 20-25. Чем ближе к первому сентября, тем она дороже. Что касается материалов, то лучше выбирать одежду из натуральных тканей. Идеальным вариантом станут изделия из хлопка, льна, шерсти, полушерсти и вискозы. В такой одежде ребенок будет чувствовать себя легко и комфортно в любую погоду. Подготовка ребенка к школе не ограничивается покупкой школьной формы. Важно заранее позаботиться о том, что понадобится ученику на уроках. Тетради, ручки и дневник – самое необходимое. Все это и многое другое можно найти в магазине канцтоваров «Переменка». Это офлайн-магазин, где можно приобрести канцелярские товары в школу для ребенка от эластика до рюкзака. При этом полностью убедиться в качестве товара, потрогать его, пощупать, испытать. Так цена на рюкзак варьируется от 700 до 5,5 тысяч рублей. Стоимость тетради зависит от количества листов – в среднем от 9 до 36 рублей. Не обойтись и без шариковой ручки – цена от 7 до 120 рублей. Таким образом, собрать ученика в школу можно в пределах 19 тысяч рублей, из которых 9 тысяч придется на покупку канцтоваров и 10 на школьную форму. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События.